Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В этом видео я хочу показать вам абсолютное доказательство того, что в действительности шансы рецессии уже слишком высоки, и что она наступит уже через 12-18 месяцев. ФРС, или же Федеральная резервная система США, не прогнозирует рецессию американской экономики. Такое заявление сделал в пятницу глава ведомства Джером Пауэлл. Но я уверен, что вы, как и я, хотите увидеть факты, а не просто заявления. И я хочу вам показать эти факты в этом ролике. Но прежде чем я перейду к тому, что вы наверняка не видели, хочу показать вам знакомый график, о котором я уже когда-то рассказывал у себя на канале. Это кривая доходности, в частности, инвертированная кривая доходности. Фактически это один из самых сильных индикаторов рецессии. Как только кривая доходности становится инвертированной, то есть ее значение становится негативным, вероятность рецессии зашкаливает. Как вы видите, в предыдущей рецессии 2000 и 2006 годов, когда кривая доходности становилась отрицательной, мы наблюдали рецессию, которая наступала спустя 12-18 месяцев после этого. Сегодня кривая доходности также стала отрицательной, а значит очередная рецессия может случиться уже до 2021 года. Это видно на этом графике. Теперь я хочу показать вам график, который вы наверняка не видели. Вот он. Это индекс деловой активности. Специальный числовой показатель в экономике, который отражает состояние отраслей экономики. Его еще называют PMI. А также индекс новых заказов Института управления поставками, который в оригинале называется ISM New Odyssey Index. Это темно-синий и светло-голубой графики. Как мы видим, они оба ушли ниже 50 впервые за долгие годы. Итак, если вы видите, что оба этих индекса падают ниже 50, то это значит, что рецессия уже дышит вам в спину. Так было в 2000 и 2008 годах. На графике эти моменты обозначены красными кругами. Оба индекса в эти моменты упали ниже 50, что означало приближение рецессии с очень большим шансом. Вы также можете заметить еще два похожих сигнала, обозначенные зелеными кругами. Почему после них не было рецессии, закономерный вопрос возникает. В 2012 и 2015 годах это было. Это, ребята, фейковые сигналы, потому что во время этих сигналов кривая доходности не была инвертированной. Именно поэтому сигналы не должны приниматься во внимание. Но сейчас кривая доходности уже инвертирована. Именно поэтому последний сигнал, когда индексы упали ниже 50, очень важен. Вы можете найти этот график на TradingView. Поищите там ISM Manufacturing Index. Когда этот график уходит ниже 50, это показатель неопределенности экономики, потенциальное ее замедление. Если же на этом фоне кривая доходности инвертируется, то это сильнейший сигнал, предупреждающий о большой вероятности рецессии уже спустя 12-18 месяцев. Как поведет себя биткоин во время рецессии? Ну а то тема очень обширная, и, пожалуй, нужно сделать об этом отдельное видео. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. А меня зовут Богатейщий Де. До скорого.